Всем привет, с вами Фрия. Сегодня будем рассуждать на одну интересную вещицу, а именно как же одеться в нашей любимой игре World of Warcraft в эквип 960 и выше. Итак, начнем уже. Разграничим на 4 самых обычных эквипа. Начальный до 900, далее эквип до 920, то есть 900-920, далее 920-940, 940-960, ну и уже самый финальный это 960+. Итак, начнем уже. В тот момент, когда мы только получаем 110 уровень, ныне максимальный в дополнении легион, сразу же прокачиваем таланты оплота с целью того, чтобы мы смогли экипировать на себя вторую легендарочку, которая после того, как мы будем играть в эту игру и покорять какие-либо подземелья, выполняя локальные сундуки от легендарки, мы смогли экипировать их именно две. Так как без улучшения оплота можно экипировать только одну, с улучшением две, то чем быстрее прокачаем по факту, тем лучше. Это дело делаем сразу же. Параллельно делаем цепочку на Аргусе. Аргус это отдельная планета, которая открылась в обновлении 7.3, которое вышло 30 августа 2017 года. И зачищаем Аргус, делаем на нем какие-либо действия, не забывая про обычный мир, выполнение локальных сундуков, получение ресурсов оплота класса для отправления миссии в нашей тактической карте, в нашем столе оплота для получения всяких интересных вещичек и всякой интересной валюты для последующего повышения как эквипа, так и нашего артефакта. Повторяем все эти действия изо дня в день и 900 эквип вы должны получить реально очень быстро, за может быть 6-8 часов игрового времени, это вполне реально. Также не забываем про цепочку на Росколтом береге. По-моему, только после нее открывается Аргус. Честно, не знаю насчет этого момента, думаю, найдутся люди в комментариях, которые относительно недавно прокачивали нового персонажа и расскажут насчет доступа к Аргусу. Увы, точной информацией по поводу этого не владею. Ну что ж, далее. 900-920 эквип. Предстоит чуточку поднажать и начать покорять мифик плюсы. Да, конечно, в текущий момент с эпохальных подземелий, которые привязаны к ключам, максимальная добыча падает с 15-х. То есть, проходя подземелье 15-го ключа, любое абсолютно, в нем уже будет включено 3 модификатора, которые весьма усложняют процесс прохождения. И падает именно с самих подземелий 940-й и выше эквип. С недельного сундука мы получаем 960-ю и выше награду. Но ясное дело, что, увы, в таком эквипе мы не закроем какой-либо ключик, к примеру, если будет модификатор тиранический. Если укрепленный, то, конечно, можно попробовать что-то закрыть в пределах 12-го, 13-го, но на это должна быть весьма хорошая и одетая группа, помимо вас, скажем так. Для того, чтобы апнуть свой эквип с 900-го до 920-го, не стоит забывать про локалки на Аргусе и убийство рарников ежедневно, а также зачистку порталов. Мы будем получать дымчатый аргунит, за который в количестве 650 штучек мы сможем покупать различные вещицы на Виндикале. Как раз у меня накопилось 650 штучек. Пойдем и купим. Рекомендую вам покупать, как вариант, реликвии... Да, кошка! Рекомендую покупать вам реликвии и аксессуары, как вариант, потому что аксессуар, который может упасть вам с дымчатого аргунита, может оказаться весьма сильным, либо, как вариант, прокомтом по эквипу. К примеру, нестабильный чародейский кристалл является очень сильным тринкетом в текущий момент, и он перебивает некоторые тринкеты, даже уровня предмета 940, 950, а то и 960 даже. Ну, смотря на сколько тринкет является параметром, не очень, скажем так. Фармим аргунит, одеваемся за аргунит. Если же у вас остались какие-то вещицы 850 уровня экипировки, там, 870, то, ясное дело, покупаем за аргунит в первую очередь именно эти вещицы, чтобы заполнить эти пробелы. На плечи, на грудный доспех, абсолютно все можно купить, абсолютно каждую реликвию можно купить, то есть полностью экипироваться с аргунита вполне реально, что мы и будем делать до этого эквипа. Проходим мифический плюс подземелья, получаем с них весьма неплохую награду. Как вариант, соберите себе какое-то полчища друзей, скажем так, с которыми вам будет относительно нескучно играть в эту игру, и хотя бы вы будете уверены в них при прохождении миф-плюсов. Если же вы все-таки решите идти по своему ключику, то не забывайте о такой простой механике ключа, как его повышение и понижение. Ключ повышается сам по себе при прохождении мифических плюс подземелья, если вы успели пройти на время, если успели пройти быстро, то он повысится на 3, если чуть медленнее, то на 2, а если и 2, и 2 успели в таймер, то ключик увеличится всего лишь на один уровень. С целью того, чтобы понизить ключик, вы должны соло зайти в подземелье, запустить ключик, кликнуть по себе правой кнопкой и нажать кнопку «Обновить все подземелья». Подземелье обновляется после того, как вы запустили ключ и вышли из подземелья, и уровень ключик отбрасывается на одну единичку. Это полезно с той целью, если вы, допустим, не одеты, и 10-й ключик для вашей группы будет тяжел, а 9-й в самый раз, так как ключи 10-го уровня имеют уже 3-й модификатор. Это либо тиранический, либо укрепленный. Укрепленные усиления мобов по здоровью и урону, а тиранический аналогично, но только с боссами. Есть боссы такие, которые делают большие удары по области и могут убить вас всего лишь с одного удара. Также, когда вы сделаете квесты на Аргусе, вам откроется тигель. С помощью тигеля вы сможете повысить уровень предмета своей пушечки на 15. То есть с каждого реликвия на 5, 5 реликвий, о, 3 реликвии по 5 левелах, 5 на 3 плюс 15, весьма полезно. Не забудьте скачать себе модификацию Crucible Weight. Абсолютно все мои аддоны есть в ВК группе, можете все найти для себя и скачать, как только вам это будет угодно. И можете накачать себе хоть все мои модификации, либо вообще не качать ни одну, либо скачать только самые полезные, которые нужны именно вам. Модификация Crucible Weight автоматически расставляет вес тех особенностей, которые мы прокачиваем в тигеле и позволяет вам выбрать самую лучшую ветвь развития. Это актуально для специализаций бойца. Ближнего боя или дальнего боя для танка или лекаря стоит думать уже самому. Ну, маленько я ушел не в ту тему, но этот момент стоит объяснить, потому что периодически люди в артефакте, в тигеле качают совсем не то, что является для них самым лучшим, скажем так. Повторяем все эти действия, одеваемся за аргунит, выполняем локальные сундучки, не забываем ходить в точку массированного вторжения и кидать там еженедельно монетку дополнительной добычи. Печати сломанной судьбы берутся в количестве трех штучек в неделю в главном городе этого дополнения, Даларан. А вот в этом вот самом месте, рядом с Аметистовой крепостью, те люди, которые играли в дополнение Гнев Короля Лича, прекрасно знают, что в этом месте брался виклик на убийство рейдового босса. И, возможно, они чуточку поностальгируют, увидев это место вновь в новой красе. Три монетки берем в неделю здесь, но также, когда вы прокачаете соратников своего оплота, никогда на них не забивайте и не забывайте о них, вам станут доступны рейдовые задания. Так как в текущий момент вы не имеете рейдового прогресса, увы, но это дело скоро исправится, вы будете получать добычу всего лишь с поиска рейда. В текущих рейдовых подземелий это гробница Саргераса и Анторус Плывающий Трон. С гробницы Саргераса вы будете получать с поиска рейда 885 плюс шмот, а с Анторуса 915-925 плюс. Ну, 915 плюс. Все это дело лутаем, и, конечно же, оно может прокнуть выше по эквипу, разумеется. К этому моменту, я думаю, уже получим одну легендарочку, это точно, а если повезет, то вторую. Если же вы любитель поиграть в пвп, то пвп также щедро может вас вознаградить шмотом. К примеру, я маленько поиграл в этом сезоне с целью того, чтобы получить эссенции для улучшения своих легендарных вещей, которые вам уже делать не придется. К счастью. И получается так, что если я получу 1500 очков чести, при текущем своем рейтинге 1600-1650, я получу 930 и выше предмет. То есть, играя, в принципе, на рейтинге не особо высоком, даже я бы сказал, на самом деле, ниже среднего, вы получаете 930 и выше награды. Весьма неплохо. Можно это комбинировать. Хотя бы отбивать эту звездочку раз в неделю и радоваться полученному результату. Ну что ж, с 920 по 940 уровень предмета начнется уже рейдовый контент. Рейдовый контент Анторуса очень богат по своему шмоту, на самом деле. И в нем есть весьма интересная вещица, которую хотят получить все. Да. Это видение Амантула. Это третий легендарный предмет, который мы можем экипировать на своего персонажа. Этот тринкет подобен нестабильному чародейскому кристаллу, так как в нем заключены все вторичные статы по 1400. Каждого. Критический удар, скорость, универсальность, искусность. Также абсолютно все пантеоновские аксессуары, видение Амантула тому не исключение, имеют в своем описании первичный прок, который мы видим, что если на персонажа повышаются показатели скорости, избегания и самоисцеления на 2200 на 12 секунд. Весьма полезно. Второй же прок, второй временной эффект. Величие Амантула, которое бафает нашу силу на 6700 на 15 секунд, а у персонажа, которому важен интеллект, будет бафаться интеллект, персонажам, которым важна ловкость, будет отдаваться ловкость. 6700 аналогично на 15 секунд. Этот второй бонус будет запускаться только в рейде, и только при условии того, что вы находитесь в Анторусе, и при условии того, что у минимум пяти людей экипированы аналогичные пантеоновские, хотя бы эпические тринкеты. Чем больше людей в рейде с эпическими тринкетами, тем чаще срабатывают эти аксессуары. Именно последний баф, который указан в описании этого предмета. Ну да. Также, убивая Аргуса хотя бы в обычной сложности, я специально сейчас щелкнул по ЛФРу, чтобы просмотреть, падает ли благословение пантеона так с ЛФР, но не падает с поиска рейда, падает только с обычной и выше сложностей один раз в неделю. Если вы убьете Аргуса в обычной сложности, а потом пойдете в героическую, то никакой уникальной награды вы не получите. А уникальная награда это благословение пантеона, которое наполняет наш аксессуар пантеона еще большей силой и повышает его уровень предмета на 5, вплоть до 1000. Это актуально для эпических аксессуаров, которые падают достаточно часто и достаточно многим в рейде. Те люди, которые рейдят уже с самой первой недели, имеют аксессуар 955 уровня предмета. Да, конечно, люди, начавшие играть сейчас, потеряют немножечко уровнем предмета на этом аксессуаре, но что поделать? Бывает. Самое главное — получить этот аксессуар и начать его потихоньку бафать. Эти вещицы благословения пантеона падают даже при том условии, что если у вас нету эпического аксессуара. Спасибо, Blizzard. Честно, это самое лучшее, что только могло быть в этой игре на самом деле. Это относительно лояльно ко всем игрокам. Как к везучим, так и к невезучим. Пытаемся на таком эквипе попасть в Анторус, если же нас никуда не берут, то собираем группу сами. Да, в этой игре нужно маленько наглеть, и поймите простую для себя формулу, что если вас никуда не берут, то попробуйте сами кого-то брать. Намного проще создавать условия для себя, чем подстраиваться под кого-то. Это уже цитаты из жизни, конечно, но такие весьма на самом деле подходящие даже для игр, если честно. Одеваемся, собираем группу, потихоньку вытаскиваем для себя полезные вещицы. Также в вытягивании вещиц нам помогут печати сломанной судьбы. Кидаем их на самых полезных боссах, где мы можем получить наибольшее количество полезных вещей. Также не забываем про вещи сетовые. Те, которые при получении их двух вещей или четырех вещей дают нам специальные бонусы, усиливая какую-то нашу конкретную способность, усиливая наши способности танкования, пережить урон в большем объеме, увеличивают наш анхил, дамаг и прочее. То есть дамаги всеми специализациям привязаны, конечно же, усиления на урон соответственно. Пытаемся одеться, благополучно одеваемся. Не забываем про мифические плюс подземелья. Раз в неделю обязательно кроем 15 ключ. Пора бы уже на самом деле. Хоть как-то, хоть потом и кровью, хоть по одному мобу выпуливая, хоть даже и не в таймер, но пытаемся все это дело закрыть с целью того, чтобы каждую среду получать 960-ю и выше вещицу. На YouTube-канале очень много видосиков с недельными скрытиями сундуков и личными моими рассуждениями насчет них. Обязательно посмотрите их и, может быть, еще там подчеркнете для себя что-то полезное. Начиная с 940-го эквипа, заканчивая 960-м, мы также не забываем про Аргунит и пытаемся вытаскивать более сильную версию нестабильного Чарадейского кристалла, актуально для меня, либо пытаемся вытащить относительно сильные реликвии. Делаем свой рейдовый прогресс уже не в обычной сложности, а в героической. Убив примерно 13 боссов в героической сложности Анторуса, мы будем получать героические сундуки с своих соратников. Соратники будут приносить нам героические вещи раз в две недели с этого рейда. Могут приносить полезные вещи для вас, могут приносить бесполезные вещи для вас. К примеру, я получил 970-ю реликвию с героического сундучка, но в тот момент, когда они уже начали носить мне эпохальные сундучки, то я получил шапку, которая мне вообще не нужна, и я ее ношу по факту просто так. Да, обидно, если честно, на самом деле получить 960-ю вещицу с сокетом и такую бесполезную, если честно. Да, надеемся на прок вещей. Опять же, если нас не берут в героическую сложность, то создаем группу сами, пытаемся вытащить для себя максимально много полезного шмота, не стесняемся брать шмот у других людей по типу самого обычного написания им в личные сообщения с просьбой о передаче какой-либо вещицы. Люди лояльно относятся к этому в игре и, я думаю, с радостью передадут вам какую-либо вещицу, если она им не нужна. Зачастую. Хотя могут найтись такие люди, которые упрутся и скажут «Нет, я тебе не отдам, потому что ты там умер в начале боя или что-то типа такого». Ну, пытаемся отыгрывать на максимум, чтобы, возможно, нас заметил кто-то и пригласил какой-то статик в какую-то гильдию и вы бы смогли уже рейдить. Не просто собирая случайных людей, а приходя к определенному времени в определенные дни покорять мифическую сложность. Почему бы и нет? Я думаю, желание каждого игрока покорить как можно больше мифических боссов в этой игре, если, конечно, вас интересует ПВЕ-контент. Ну, а если же ваша цель ПВП, то чем выше ваш рейтинг на арене, тем выше уровни вещей, предметов вы будете получать еженедельно, да и при выигрышах каких-либо. Не забываем про систему мифик плюс, спокойно фармим мифик плюсы, получая 940-ой шмот и выше с прохождения подземелья, выбираем для себя самые лучшие ключи, заранее составьте себе какую-либо табличку с них по типу, что самый лучший релик железа падает с каземат, самый лучший релик на тьму падает с каземат, я буду фармить казематы в надежде на уроки самых лучших реликвий, почему бы и нет. Или ради каких-либо аксессуаров, к примеру, на многих ловкачей, милишников, по типу демонхантеров, некоторых специализаций разбойников. Очень актуален такой тринкет, как око властности падает на многих специализацию, так как имеет очень сильный разгон в критическом ударе. Если же есть какие-то вопросы касательно аксессуаров, недавно было видео на ютуб-канале о выборе аксессуаров. Там я представил сайт, на котором можно глянуть на свою специализацию, рейтинг аксессуаров. Аксессуары начиная с 910 уровня предмета. Там также есть нестабильный чародийский кристалл, и также есть его сравнение с всеми аксессуарами в этой игре. Даже заканчивая самым бесполезным аксессуаром в виде резной фигурки нагльфаром. Да. Как-то так обстоит дело в вове. На самом деле очень много нужно фармить. Очень много выпадает на удачу. И очень много труда нужно в это дело вкладывать. Ищите для себя самый лучший путь. Надеюсь, рассказал все относительно подробно, как только возможно. Если же остались какие-то вопросы или непонятки, скажем так, можете изложить в комментариях. Я с радостью подскажу. Либо можете линковать оружейную своих персонажей, писать ник сервер. Я обязательно отвечу и подскажу, какую вещицу менять самую первую и как вариант, откуда ее можно добыть. Либо дам какое-либо напутствие. Знаете, намного лучше на самом деле мне делать так, что просто подсказать вам, где это фармить или где найти то, что нужно фармить, чем дать прямую информацию. Намного полезнее занять человека, чем либо, чтобы он нашел эту информацию сам. Всех вам благ, счастья здоровья, надеюсь, что вам будет прокать самый лучший шмот, какой только возможен, и вы очень быстро перескочите все эти низкие грани и начнете на последний как-то делаю я. Берегите ноги, не болейте и до скорого.